Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Церковь и мир» и веду ее я, журналист Римма Хохлова. Пожалуй, единственный день в церковном календаре, когда все храмы в зелени усланы зеленым ковром и пахнет свежескошенным сеном. Итак, праздник Троица. Почему мы начали его отмечать? Как празднуется он в современном мире и что он значит для нас? Мы и поговорим сегодня в нашей программе с Иреем Виталием Семеновым, настоятелем храма «Преображение Господне». Здравствуйте, Иреем Григорьевне! Здравствуйте, дорогие телезрители! Отец Виталий, вот праздник Троица. Когда и почему он начал отмечаться? Праздник Троицы уходит корнями к апостольским временам. День Святой Троицы, как мы еще называем, День Пятидесятницы, а еще его называют День Рождения Церкви Христовой, празднуется со времен апостолов. Более позднее название День Святой Троицы возникло в связи с тем, что в этот день Господь явил свое откровение через Духа Святаго. Господь через послание Бога Духа Святаго создал Церковь здесь на земле. Изначально Бог Дух Святой действовал очень явно. В начале, когда на 50-й день после воскресения Христова апостолы по послушанию, по любви к Господу пребывали в горнице, на них сошел Бог Дух Святой в виде огненных языков. И это событие преобразил апостолов. Простые рыбаки, большинство неграмотные, вдруг преобразившись, вышли на проповедь. И несмотря на то, что они прятались в страхе радиудейского, Бог Дух Святой вселил в них такую силу, такую власть над людьми, что, выйдя на проповедь, потеряв ложный страх перед людьми, они проповедовали Христа как Спасителя, проповедовали Бога как Троицу. И в этот день услышали их, и мало того, услышали, приняли крещение около 5000 человек. А на следующий день еще 3000 человек. И это день, день создания Церкви Христовой. Днем 50-й на этот день называется, потому что мало того, что он был 50-м днем, после Пасхи. Это событие, Саши, Святок Духа, произошло в день Ветхозаветной Пятидесятницы. А Ветхозаветная Пятидесятница, она была связана с дарованием через пророка Моисея человечеству десяти ветхозаветных заповедей и установлением священства ветхозаветного, то есть фактически рождением в Ветхозаветной Церкви. И вот так Господь устроил, что и новая заветная Церковь родилась в этот же день, в день дарования человечеству закона, откровения Божественного Первого. И самое главное откровение, которое произошло уже в день Пятидесятницы, это откровение Бога Духа Святаго, который стал действовать в Церкви через апостолов, именно Духом Святым мы просвещаемся, преображаемся и спасаемся. И не зря преподобие Серафим Саровский говорит, что главный смысл христианской жизни заключается в стяжании Бога Духа Святаго. – Отец Виталий, вы знаете, вот для многих людей, особенно малого церковленных, наверное, вот это очень сложное понятие – троица. Вот что это такое? Вот с одной стороны Бог един, да? – Конечно. – И вот в троице он в трех лицах. Вот как может быть, допустим, один и стать тремя? Вот на этом многие спотыкаются. На самом деле, конечно, божественное естество для нас прикровенно, сложно постижимо. Ведь мы на самом деле имеем очень ограниченный разум. И разум сугубо с материальным опытом жизни. И вот понять и познать троичность Божества мы можем только духовной своей составляющей. А Дух – это высшая часть Души. И мы должны попробовать, ну хотя бы для начала, на простых примерах земных, которые нам Господь дал, попробовать понять, а как это существо Божества едино, но при этом трехапостасно. Нас разного рода сектанты обвиняют в том, что мы исповедуем многобожие, ну и не только сектанты, между прочим. Что мы исповедуем, там, представляют такие картинки, как что-то вроде кощунственное в виде, там, змей Горыныча, Господа пытаются представить, что недопустимо вообще, оскорбительно для нас, как для христиан. Потому что Бог один, Он прост, Он неразделим, Он вечен, Он абсолют, Он Дух. Но вот сущность Свою Он раскрыл именно через Сына Своего. И Господь, Иисус Христос, наставил апостолов, сказав им, «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына, и Святаго Духа». То есть мы, христиане, крещены трое, это святое. И вот простые примеры, которые скрывают сущность Божества как-то его троичность, Господь вложил в этот мир. Вот больше всего мне нравится пример с Солнцем. Что такое Солнце? Солнце – это звезда, это ядро плазмы, которое находится в космосе. И Солнце, из него в вечности рождается свет. Из него в вечности исходит тепло. Вот пока оно существует, это Солнце. И вот при этом мы разделяем. Свет – это свет, который исходит с Солнца. Солнце вот там в небе. Тепло – это тепло, которое сейчас нас согревает. Потому что чтобы не было тепла Солнечной, здесь было бы абсолютно ноль, минус 273 градуса. И даже когда мороз, минус 20, все равно тепло от Солнца действует в этом мире. Мы разделяем все эти понятия, но при том же понимаем, что это все одно и то же Солнце. И Бог-Отец – это как сама звезда. Свет, который рождается от Солнца, это как Бог-Сын, который в вечности рождается из Бога Отца. И Бог Дух Святой, как тепло, исходящее из Солнца. И при этом все это происходит на духовном уровне. А вообще мне понравилось интересное сравнение отца Дмитрия Смирнова, который сравнивает Бога с семьей. Семья создана по образу Троицы. Как семья. Она одна, единственная. Она вообще по сути неразделима. Если разделить, это уже не будет семьей. И при этом семья, она стоит как бы с трех из постасей. Папа, мама, ребенок, третья из постасей. Даже медицина разно изучает. А что такое третья из постасей, соединенная любовью? Это и есть Бог. Вот. То есть даже семья создана по образу Святой Троицы. Почему же именно грехи против Святого Духа, вот этой третьей из постасей, считаются вот такими смертными? Ну, мы должны понять, почему Господь сказал, что любой грех, даже против Сына Человеческого, будет прощен. А хула на Дух Святого не простится вовеки. Дело в том, что под Сыном Человеческом, под толкованием Святых Отцов, Господь поднимал, подразумевал свое человеческое естество. А под Духом Святым подразумевал свое божественное естество. И вот именно хула, неприятие Его, как Бога, она не простится. Вот именно отрицание Божества в Христе, вот она не простится. Как святая цище толкует, что хула на Дух Святого, это есть осознанное неприятие отречения Бога, богоборчество такое осознанное, богоборчество, в котором нет намека на покаяние, утвержденность такая в богоборчестве. Вот это хула на Духа Святого. И если человек приходит к покаянию, Господь готов любой грех простить. Но когда человек укоренен в богоборчестве, когда он осознан, несмотря на явное действие Божие в его жизни, в жизни окружающих людей, отрицает его, как Бога, в своей жизни, то такая, это хула, то есть это отречение Бога, это свое отречение от Бога. И такая хула, она не прощается. А вот очень часто бывает в жизни такое, что люди, которые, ну, допустим, какие-то молодые или зрелые годы, был таким закоренелым богоборцем, а потом уже с возрастом как бы понимает, что это плохо, и приходит в храм. Вот при покаянии простится ли ему этот грех? Ну, если Господь сказал, что тысяча ангелов на небе радуются, когда один в своих грехах кается, то и я, как священник, вообще вся полнота церковная утверждает, что милость Божия, она неизреченна. Господь призывает приносить плоды покаяния, дела покаяния. И, конечно, утешение Господу людям будет разное, но Господь в силах простить при условии искреннего покаяния. Почему все-таки храмы в этот день вот так вот как бы убираются все в зелень, то есть как бы застилаются зеленым ковром? То, с чего мы начали нашу программу? Дело в том, что эта традиция, которая появилась в нашей церкви, она связана с символом, с символом Духа Святаго, который несет в себе обновление, обновление всему человечеству. И вот это обновление, это животворящая сила, которая наполняет нас жизнью, наполняет нас нашу душу способностью преображения и спасения. Вот символ этой зарождающей жизни и есть вот это только-только набирающая силу траву, зелень после пробуждения от зимней спячки. Вот так же мы, когда мы приходим к Богу, и Бог Дух Святой начинает действовать в нас, то и мы пробуждаемся, преображаемся из сухих, покоробленных, вновь становимся живыми, наполненными жизненной силой и преображенными, и красивыми, такими же, как эти веточки зелени, которые в эти дни стоят в храмах. В народной традиции еще это называется зелеными святками? Дело в том, что по традиции после Троицы идет сплошная седмица, когда пост в среду и в пятницу он фактически отменяется. И через неделю после Троицы наступает Петропавловский пост, пост, который идет перед праздником святых апостолов Петра и Павла. И вот эти, это неделя, а называть зеленой святкой, почему? Потому что на этой неделе по традиции на Руси прославили Бога, прославили Троицу Святую, потому что вообще на самом деле главное на Троицу это не зелень, а главное это день, когда родилась церковь, день, когда Бог, Дух Святой стал действовать в этом мире и мы все способны стяжать его и через его благодатное животворящее действие преобразиться, стать людьми с Большим Боком и обрести жизнь вечную в Боге. Вот это главное. И поэтому люди радовались прежде всего этому. Ну и ходили друг в гости, поздравляли по традиции вот в средней полосе Радси, которая сохранилась после праздника, шли, совершали молебен где-нибудь на лугу, там в поле, начинались праздные, пелись традиционные русские троечные песни, прославляющие Бога, водились хороводы. То есть это было такое настоящее народное такие традиционные русские гуляния на Троице. Вот эта неделя по образу и подобию святочных недели после Рождества Христова она стала называться Зелеными Святками. И так коротко очень, отец Виталий, этот праздник для вашего храма особенный? Да, дело в том, что в наш храм сейчас постепенно преображается и вокруг нашего храма есть парк. Этот парк мы планируем посвятить семье. Мы хотим его назвать парк семьи, любви и верности. Храм находится на Троицкой стороне и там нет практически парков для семьи. И вот начало возрождения этого парка и слава Богу администрация города содействует и начался процесс передачи этого парка нашему храму. Мы будем проводить там впервые за долгие годы после революции троечные рождества в зеленой святке. То есть там пройдет крестный ход молебен состоит и начнутся праздничные святочные гуляния троечные где будет и праздничный стол и хороводы и русские народные песни. Всех вас я приглашаю разделить радость одни святой троицы одни рождения церкви о сошествии Духа Святого Суда к нам грешным и порадоваться Богу и прославить Его и порадоваться этим замечательным дням. Спасибо большое отец Виталий а я прощаюсь с вами дорогие телезрители до свидания до новых встреч субтитры